здравствуйте рад всех приветствовать я мастер по нанесению декоративных покрытий компании сил пластер сегодняшнем мастер-классе я покажу вам материалы линейки alter italy давайте нанесем корсику это эффект замши замш но бук кому как удобно материал у нас идет в 0 8 баночки и 2 и 2 литра 0 8 баночки у нас хватает до 10 квадратных метров корсика материал безумно нравится многим наверно кто его пробовал отличный материал наносится и создавался он для кельмы также япончика а сегодня я покажу вам замшу с помощью япончика вот вот таким япончиком я работаю то есть это может быть обычная металлическая пластина просто заточена и закруглены углы техника и конечно на самом деле очень много можно и наносить и губками можно даже валиком и потом кельмами приглашать очень много вариантов показывают самый простой с кем справится абсолютно любой человек просто любой берем чуть-чуть материала на шпатель прям по чуть-чуть кладем по чуть-чуть и с левого верхнего угла до правого нижнего мы по всей стене делаем пятнышки просто который не пересекается между собой пока можете делать крупнее мельче это никакой разницы не сыграть но имейте ввиду что вот такого быть не должно то есть всегда старайтесь закруглять и вот так по всей стеночки мы проходим и пока вы дойдете с левого верхнего угла до правого нижнего соответственно здесь у вас уже все подсохнет и вы можете продолжать дальше то есть гораздо быстрее в этой технике работать чем в какой-либо другой и просто а 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 ощущения и деньги и вот так накидали мы с вами сейчас так как маленькая площадь они сейчас подсохнут и И мы с вами продолжим. Под каждый материал, под замшу, будь это япончик, кельма, кисть, неважно. То есть мы колеруем бейс под цвет финишного покрытия, но бейс желательно, чтобы было темнее, насыщеннее на полтонна хотя бы, чем сама замша. Так гораздо красивее и богаче смотрится финишный эффект. Ну и все, вот у нас подсохло. Все уже. Пятнышки подсохли. Мы берем опять. Если вы делаете это на объеме, можно вообще не останавливаясь, идти по кругу, по кругу, по кругу. За один день можно сделать, в принципе, всю комнату с утра до вечера. И сейчас мы уже добавляем такие же пятнышки, только в те места, где их нет. То есть и соединяем тем самым между собой остальные пятна. За счет того, что материал там высох, уже пятна, у нас создается вот этот белесый ореол. Белесость у материала присутствует, но не в большом объеме, что очень важно. Сейчас я поднакидаю сюда, сюда, сюда. Вообще не важно, в каком направлении вы будете это делать, где накиды, хотите там, хотите там, без разницы абсолютно. Как вам угодно. Что еще немаловажно в такой технике нанесения? Вы всегда можете оторваться, пойти попить чаю, посидеть, отдохнуть, если устали, вернуться и продолжить. То есть здесь уже не требует техника этого нанесения, чтобы вы работали от угла до угла. Очень простая вот. Я кому только не давал пробовать, все прям с первого раза свободно наносили. Не испытывали никаких сложностей нанесения. Главное брать по чуть-чуть, никуда не спешить. Что еще хотел бы сказать? Какой нюанс есть в замше, который вы можете не знать? Это для, наверное, даже для мастеров. Что если вы замшу наносите, максимальное наслоение замши это 3. Если вы начинаете делать 4, она начинает выдавать белесость. То есть цвет, ну, он белит. То есть сейчас мы видим коричневый, потом мы будем видеть уже более бежевый оттенок и тому подобное. То есть имейте это в виду по поводу реставрации замши. Скажу вам честно, очень, наверное, сложное занятие, потому что она будет выбеливаться. Я знаю только один лайфхак, как отреставрировать замшу на небольших каких-либо участках, то есть сколах и так далее. Это ни в коем случае не давить на замшу. То есть замшу мы не подмазываем никаким мастихином, никаким шпателечком, железочкой какой-то и так далее. Ни в коем случае. Только вот, допустим, у нас есть пятно, мы взяли палец, взяли чуть-чуть материала и просто вот таким способом мы его нанесли. Нанесли. Вот так. Она втянется и не будет видно. Если вы прилагаете какие-либо усилия для намазывания замши, соответственно, у вас будет все видно. Это будет пятно и так далее. В такой технике, конечно, гораздо проще. То есть здесь вы даже так же намазали и не обратили внимания. Потому что здесь везде рисунок хаотичный. Многим, очень многим нравится такая техника. Для мастеров, я считаю, вообще пушка. Легкие деньги. Вот так что пользуйтесь, покупайте материал сил пластера и все в вашей жизни будет замечательно. Для того, чтобы рисунок был еще глубже, тогда делайте сначала более крупные пятна, а далее уменьшайте. То есть на втором, третьем слое уже старайтесь сделать совсем маленькие пятнышки. Тогда глубина вашего рисунка будет еще сильнее. Ну вот так. То есть добавляем, 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 добавляем. Вот, можно сказать, такая техника делается в полтора слоя получается. Все, вот так это выглядит. И на сегодня мы и заканчиваем. Всем спасибо. До свидания.